Эта революция началась еще в 80-х годах, используя свободно доступную информацию и возможность обмениваться технологиями, с движения за свободное программное обеспечение и проекта GNU. А сейчас больше всего эта революция ассоциируется именно с Linux и движением за открытый исходный код. Что такое Open Source или открытый исходный код? Open Source это способ взаимодействия людей в вопросах создания ПО, исключающий такие занозы, как интеллектуальная собственность. Исключающий необходимость заключать какие-то контракты при покупке ПО, нанимать каких-то адвокатов. В целом мы просто хотим, чтобы программы работали, а люди могли присылать патчи к ним. Проще говоря, мы жертвуем понятием чьей-то личной интеллектуальной собственности ради того, чтобы целый мир мог свободно пользоваться софтом. Я начал работать в лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте в 1971 году. Я присоединился к растущему обществу так называемых хакеров. Так называли людей, которые любят программировать и изучать, а что еще можно сделать с компьютером. Они разработали полноценную операционную систему, написанную полностью в стенах лаборатории. Ну и я стал одним из тех, кто работал над этой системой. Улучшал ее, добавлял новые возможности. Это была моя работа, и я ее любил. Да мы все ее любили, поэтому и занимались ей. А как эти идеи привели к тому, что сейчас называют опенсорсом? Как это началось? Кто это начал? Ну, в принципе, как вот появились компьютеры, так сразу появилась и свободное ПО. Оно тогда все было свободное. Софт просто давали друг другу. Пожалуй, только вот в конце 70-х, начале 80-х, люди начали закрывать свое ПО, стали говорить, нет, вы никогда не увидите исходный код, не сможете изменить программу, даже если это важно для ваших нужд. Пожалуй, винить в этом нужно Майкрософт. Именно они были пионерами проприетарной модели ПО. В середине 70-х группа хакеров и компьютерных энтузиастов в Кремниевой долине создала так называемый доморощенный компьютерный клуб. 31 января 1976 года Билл Гейтс из недавно появившейся компании Майкрософт написал открытое письмо от лица клуба, адресованное сообществу, в котором он пункт за пунктом обосновал относительно новую концепцию проприетарного ПО. В этом письме Гейтс пишет, лично по-моему, главная проблема любительского рынка компьютеров в том, что не хватает хороших курсов по софту, не хватает книг, да и самого софта не хватает тоже. Без хорошего софта и его хозяина, который разбирается в программировании, любительский компьютер совершенно бесполезен. А кто будет писать хороший софт для любителей? Майкрософт получила отличные отзывы от сотен людей, которые используют наш Basic, но очень удивляют две вещи. Во-первых, большинство этих пользователей Basic у нас не покупало, а во-вторых, если посчитать деньги, которые мы все-таки получили от рынка энтузиастов, и время, которое мы потратили на создание Altair Basic, получается, что разработка этого Basic приносила нам меньше, чем 2 доллара в час. Оно нам надо? Большинство из вас воры. Вы платите за железо без вопросов, но почему-то думаете, что софт нужно копировать друг другу бесконечно. Вам плевать, платят ли за его разработку программистам. Своим воровством вы препятствуете появлению хорошего софта, потому что никто не хочет заниматься профессиональным программированием за бесплатно. А для вас компьютер всего лишь хобби. Кто из вас согласен потратить 3 года на то, чтобы написать программу, отловить все баги, задокументировать проект и раздать все бесплатно? Никто, кроме Майкрософт, не инвестировал в любительский рынок такую кучу денег. При этом среди вас есть те, кто перепродает наш Basic. Они зарабатывают деньги, да. Они поганят имя компьютерщиков-энтузиастов и должны быть изгнаны из клуба на первом же собрании, где они появятся. Я жду ответа на это письмо ото всех, кто согласен платить или имеет предложение или пожелание. Подпись Билл Гейтс, главный партнер, компания Майкрософт. В конце 70-х, начале 80-х, Ричард Столман занимался исследованиями и программированием в области искусственного интеллекта в MIT. У Ричарда был печальный опыт использования коммерческого софта, что и вызвало у него аллергию на всю жизнь. А что за печальный опыт? Ну, был какой-то код, который ему надо было переделать, а компания, которой этот код принадлежал, не хотела ему этого позволять, хотя им это вроде было тоже выгодно. Все это поставило меня перед трудным выбором. Чтобы купить работающий компьютер в ранние 80-е, нужно было купить проприетарную операционную систему Unix. Но разработчики этой системы ничем с людьми не делились. Они, наоборот, старались контролировать пользователей и все им запрещать. Они говорят, чтобы получить эту систему, вы должны подписать обещание, что вы ей ни с кем не поделитесь. Для меня это фактически означало дать обещание быть плохим человеком. Я должен предать и отрезать себя от общества, не взаимодействовать с ним. Я уже видел такое поведение со стороны, когда другие люди отказались делиться софтом с нами, потому что приняли условия такой лицензии. Это повредило всей лаборатории, мы не смогли сделать множество полезных вещей. Так что я раз и навсегда принял решение, что не приму условия такой лицензии. И не буду жить по этим правилам. Ну и вот из таких соображений он и стал навсегда врагом идеи интеллектуальной собственности в области ПО. Это закономерно привело его к созданию фонда свободного программного обеспечения. Я стал искать альтернативу, и тут меня осенило. Я же сам уже разработчик операционных систем. А что если я разработаю ОС, а затем сам, как автор и владелец кода, разрешу делиться ей, изменять ее, создам новое сообщество вокруг нее? Тогда я не только сам смогу пользоваться компьютером, не предавая других людей, но и другим помогу. Дам всем выход из этого непростого морального выбора. Вот тогда я и понял, что это и есть цель моей жизни. Когда мы работали в университете Стэнфорда, все компьютеры у нас были от Digital Equipment и Sun Microsystems. Ну, в основном Sun. И вот теперь, когда нам привозили новый компьютер Sun, первое, что мы делали, это в течение нескольких дней скачивали и компилировали свободное программное обеспечение от проекта GNU, чтобы Sun работал как надо. Ключевой момент проекта GNU в том, что это свободное ПО. По-английски free означает и бесплатное, и свободное, но я имею в виду именно свободу как свободу слова, а не как бесплатное пиво. Свобода эта включает возможность любых изменений в программах. Делайте их сами или нанимайте кого-то для этого. Вы можете использовать софт в коммерческих целях, вы можете сколько угодно его копировать, вы можете делиться софтом и вашими его улучшениями с другими людьми, чтобы им тоже было хорошо. Все эти свободы нужны для здорового сообщества. Без них вы будете разделены и будете находиться под чьим-то диктатом. Свободное ПО – это не фривейер, который обычно ничей. Оно защищено авторским правом. У него есть владелец, на него есть лицензия. Если просто выкладывать софт в интернет как фривейер, кто-нибудь обязательно внесет в него небольшие изменения и тут же начнет продавать как закрытое ПО. Таким образом, пользователи будут использовать наш софт, но они будут лишены той свободы сотрудничать и делиться им, которую мы предполагаем изначально. Чтобы этого не допустить, вместо копирайта я придумал копилефт, ну то есть типа право заменил налево. Суть нашей стратегии копилефт в том, что мы говорим, этот софт защищен авторским правом. И мы, авторы, даем вам разрешение распространять копии, изменять этот софт, дополнять его. Но, когда вы раздаете его, он должен распространяться на этих же условиях, ни больше и ни меньше. Так что, кто бы ни получил эти программы от вас, он тоже должен получить свободу сотрудничества с другими людьми, если он этого хочет. Таким образом, куда бы ни ушло наше ПО, свобода шагает вслед за ним. Мы наделяем наш софт неотъемлемым правом людей на сотрудничество и создание сообществ вокруг него. А что это за лицензия? Зачем она нужна? Ну, копилефт это такая парадигма. Чтобы ее применять, нужен конкретный пример. Таким примером для всего софта от проекта GNU служит лицензия GNU General Public License, общая публичная лицензия GNU. Документ, имеющий юридическую силу, чем и поддерживающий идеи копилефта. Приложить ее к своему софту может любой. Например, Linus Torvalds использует эту лицензию для своего линукса. С самого дня основания движения за свободу ПО я держал в голове мысль, что GNU при всей своей свободе должна быть пригодна для бизнеса. В первую очередь, GNU дает свободный рынок техподдержки. Если вы используете свободный софт в бизнесе, вы можете выбирать, кто именно будет оказывать вам помощь по нему. В случае же с закрытым софтом, техподдержка монополизирована авторами программы. Только у авторов есть исходный код их программы, и только они могут что-то в нем поменять. Выбора у вас нет, вы на милости монополии. Это утверждение справедливо, например, для Майкрософт. Поэтому и неудивительно, что их техподдержка полный отстой. Выгода от использования свободного ПО была колоссальная. Но оно поставляется без гарантии техподдержки автора, а затраты на самостоятельную поддержку этого софта очень нервировали руководство некоторых компаний. Так что моя основная цель была в том, чтобы создать такую бизнес-модель, в которой мы могли бы предоставлять в два, в четыре раза больше поддержки, чем внутренний инженер, и брали бы за это половину или четверть его зарплаты. Выходить на рынок с такими условиями имело смысл. Это бы показало, согласен ли рынок в целом на такой сервис. Я могу со всей уверенностью сказать, что Сигнус был первой конторой, специализировавшейся на свободном ПО. Софт был отличный, но вы не получали с ним никакой поддержки. Вот Сигнус и стал предоставлять ее за деньги. Публично Недскейп объявил об открытии кода 27 января. Тогда же было принято решение отныне распространять наш пакет Недскейп Коммуникатор бесплатно. Недскейп назвал проект нового браузера Mozilla, потому что именно такое кодовое имя было когда-то у браузера Недскейп Навигатор. Когда Недскейп принял решение открыть исходники, люди наконец услышали этакий будильник, говорящий «Эй, может быть что-то в идее открытия кода и продолжение разработки вместе с людьми, не работающими в вашей конторе, все-таки есть?» Так что поступок Недскейпа породил очень много внимания людей к идеям свободного ПО, к явлению, которое стало называться Open Source, а также к операционной системе Linux, которая была самым красноречивым примером программного обеспечения с открытым исходным кодом на тот момент. Если ты приходишь в кабинет руководства и говоришь «Свободное ПО!» Ну, в лучшем случае ты услышишь что-то вроде «Хммм, свободное ПО!» Это что-то дешевое, непонятное и бесполезное. А в худшем случае у руководства будут определенные ассоциации, например, с атакой фонда свободного ПО на интеллектуальную собственность, что вне зависимости от того, какой на самом деле это дает результат, все равно не является тем, о чем бизнес хочет слушать. Ну, то есть Эрик Реймонд понимал проблему. Мы говорили о свободном ПО, но люди понимали этот термин превратно, как что-то бесплатное, то есть что-то, что нельзя продать, на чем нельзя заработать. А это совершенно неверное представление. Мы хотели изменить эту ассоциацию, показать, что просто софт открыт, код доступен. Это очень важные нюансы. Мы встретились в офисе VA в Mountain View, Эрик, я и еще с нами была Кристин Питерсон из Института Форсайта, ну и еще кое-кто. Короче, мы придумали термин Open Source. Мы позвонили Линусу и спросили, как ему такое название. Ему понравилось, он был заинтересован. Так вот мы и придумали, как заменить термин свободное ПО. Так родился Open Source. А почему именно Open Source? Знаете, я думаю, Кристин Питерсон первая высказала такое словосочетание. Мы же хотели сменить парадигму бесплатности на парадигму доступности кода. Вариантов-то было немного. Поскольку предыдущие три человека высказались про движение за открытый исходный код, я должен высказаться про движение за свободное ПО. Движение Open Source фокусируется на чисто практических преимуществах. На том, что у вас может быть большое сообщество пользователей, которые могут дорабатывать и улучшать вашу программу. Я полностью согласен. Но причина, по которой я все-таки за свободное ПО, а не за Open Source, в том, что я считаю, что на кону стоят более важные вещи. Свобода передавать программы друг другу, свобода формировать сообщества, которые важны для качества нашей жизни. Все это очень важно для общества, в котором мы живем. Мне кажется, что само по себе это важнее, чем даже качество самого кода. Но вот тут мы со Столманом расходимся. Он считает, что Linux не должен быть лучше Windows в техническом плане. Вполне достаточно, что Linux свободен. И так он думает про любую программу. Альтернатива коммерческой программе просто должна быть свободной. Она не должна быть хорошей. И этого уже вполне достаточно. Мне кажется, кто-то в лагере свободного ПО несколько напуган коммерциализацией. Ясно, что бунтарь перестает быть бунтарем, если преуспевает. Но я думаю, что коммерциализация очень важна. Мы хотим, чтобы наш софт был мейнстримом. Я работал с Ричардом Столманом, серым кардиналом свободного ПО. И я бы не сказал, что у нас есть серьезные философские разногласия с ним, как с создателем свободного ПО, и со мной, как с автором концепции Open Source. Кроме одной позиции. Ричард хочет, чтобы весь софт был свободным. А я считаю, что свободный и несвободный софт должны сосуществовать. Это единственная разница между нами. Мы приняли решение, что нам нужно определение. Нам нужен такой экзаменационный лист, который бы четко определял, что такое Open Source. В результате мы пришли к документу, который называется «Определение Open Source». Открытого кода тут недостаточно. Он вырос из Дебиановского путеводителя по свободному ПО, который был написан Брюсом Бернсом. Я написал первый черновик. Месяц мы его обсуждали с другими разработчиками Дебиан. Это дистрибутив Линукса такой. Но и этот черновик стал политикой проекта Дебиан. Эрик и я решили переназвать то, что было написано для Дебиана, как «Определение Open Source», чтобы заявить, что Open Source – это программное обеспечение, которое, кроме открытого кода, дает вам 9 прав. Хотя эти права корректнее было бы называть правилами. Первое правило – свободное распространение. Это не значит, что все бесплатно. Это значит, что все свободно. Вы должны без ограничений раздавать ваши программы кому бы то ни было. Бесплатность тут может быть побочным эффектом. Но деньги за процесс можно и брать, никто не запрещает. Исходный код должен прилагаться, чтобы при желании, например, можно было легко портировать программу с PC на Mac. Правило третье – производные проекты должны быть разрешены. Делать что-то из ваших наработок должно быть возможно. Если кто-то улучшил вашу программу, он должен иметь право раздавать свою версию. Четвертое правило – это целостность авторского исходного кода. Суть этого права в том, что мы хотели бы сохранить, так сказать, честь оригинального автора. Если вы вносите изменения, вам может понадобиться заодно и название программы сменить. Ну или, по крайней мере, обозначьте как-то свои изменения таким образом, чтобы репутация автора оригинального кода не пострадала. Правило пятое – не допускается дискриминация людей или групп. Не должно быть никаких исключений. Обычно я привожу такой пример. Вы не имеете права отказывать в использовании вашего софта ни абортарию, ни активисту, выступающему против абортов. Шестое правило – не допускается дискриминация областей применения. То есть нельзя исключать никакие области. Это значит, что гарантируется право хоть на некоммерческое использование, хоть коммерческое, хоть на учебное в школах. Седьмое правило – распространение лицензии. Лицензия на ваш софт, какой бы она ни была, должна распространяться. Проще говоря, я должен иметь право передать эту лицензию кому-то, и эта лицензия должна быть в этом случае действительно. Как и в случае, если тот передаст ее третьему лицу. Восьмое правило – лицензия не должна зависеть от продукта. Другими словами, если я написал программу для Red Hat, моя лицензия не должна запрещать включение моей программы в состав Сузи или Дебиан. Девятое правило – лицензия не должна поражать другие продукты. То есть, если я распространяю программу под своей лицензией на компакт-диске вместе с другой программой, я не должен требовать, чтобы та программа тоже обязательно была свободной, иначе вы не можете распространять мою программу. Ну и все, что осталось в этом документе – это список лицензий, которые мы принимаем. Начинается он с JPL, которая была примером для многого, что потом стало определением Open Source, и с лицензией BSD, ведь ПО для BSD появилось раньше Линукса. Когда я анонсировал Open Source миру в интернете, я брал на себя всю административную работу по этой инициативе, и где-то через полгода я стал встречать словосочетания Open Source в новостях каждый день. Это было невероятно. А где-то через год, если не ошибаюсь, Microsoft обсуждал возможность открытия каких-то своих исходников. И тогда журналист спросил Стива Балмера, будут ли они открывать свои исходники по принципу Open Source. На что Балмер сказал, что Open Source – это намного больше требований, чем открытый исходный код. И тогда я понял, что Балмер читал мою работу. Он ее понял, и теперь вот дает комментарии прессе насчет нее. Знаете, если вы человек, который занимается этим лишь в свободное время, в качестве хобби, вы пишете манифест, который внезапно обсуждает вице-президент корпорации Microsoft, вы, наверное, подумаете, что вы под кайфом, не правда ли? Но это действительно происходило. 20 штатов США возбуждают дела о недоверии Microsoft. Я думаю, Министерство юстиции дало людям понять, что имеет смысл хотя бы искать альтернативы Microsoft. И может быть, Microsoft вовсе нет та самая американская мечта. Этот разрыв шаблона хорошо показывает, что Microsoft воспринимался долгое время как что-то само собой разумеющееся. Сейчас, вероятно, люди все равно продолжат покупать продукты Microsoft. Но, по крайней мере, теперь они будут задумываться над этим процессом чуть больше. Microsoft на суде прикрывался тем же Linux, как не смешно. Они показывали на него пальцем и говорили, вот, смотрите, у нас нет монополий, Linux может выдавить нас с насиженного места. Это гениальный аргумент. Они вдруг забыли, как сами все время притесняли конкурентов и применяли чисто монопольные приемы. Но они молодцы, конечно, не растерялись, нашли виноватого. Так или иначе, судья на это не купился. Хаггеры, объединяйтесь. Протестный возврат средств Windows 15 февраля 1999 года. Мы в линуксовом сообществе слегка беспокоимся, не встанет ли Microsoft в позу. Но была такая статья на сайте SlashDot в декабре 1998-го, в которой рассказывалось, как парень по имени Мэтт из Австралии смог получить деньги назад за неиспользованную копию Windows, которая была предустановлена на его компьютере. Поэтому он объявил 19 февраля днем возвращения денег за винду. Он убедил всех идти к своим продавцам компьютеров и требовать деньги назад в случае, если компьютер покупался для Linux, а винда была предустановлена. При первом включении спросила принять лицензию, а вы сказали нет. Важно помнить, что в самой лицензии Windows сказано, что вы имеете право вернуть деньги, если вы не используете ПО. Продавец компьютера с предустановленной Windows обязан возместить вам часть стоимости компьютера, взятую за стоимость предустановленной на ней Windows. Но на практике, когда мы стали звонить в магазины, они отвечали, перестань сюда названивать, сынок, и клали трубку. Представители Microsoft, они приготовили напитки и табличку «Майкрософт приветствует участников движения Open Source». Местные новостные телекамеры уже вовсю снимали Эрика Рэймонда и майкрософтовцев. Майкрософт мазался, что все эти претензии надо предъявлять продавцам компьютеров, а не им. Типа, идите и поговорите с ними еще раз. Мы сказали, что устали от этого бесполезного занятия, и что Майкрософт сам должен поговорить с производителями компов. Но они как роботы повторяли одно и то же. Это был совершенно бесполезный разговор. Они не хотели идти нам навстречу. Им просто сказали, что нам отвечать, и они отвечали. Нас было человек 150, но половина из нас были лозунги и транспаранты. Мы получили неплохие газетные заголовки из этой акции. В результате то, что бы, например, позволило покупать свои лаптопы без операционной системы. Маленькая победа, но все же. Теперь вот даже IBM и множество других компаний позволяют покупать свои компьютеры без Windows. Являетесь ли вы или являлись когда-нибудь членом коммунистической партии? Когда я еще ходил в школу, учителя учили нас делиться. Они говорили, что если ты принес конфету, нельзя ее есть в одиночку. Поделись с другими ребятами. Теперь же дирекция заставляет учителей учить детей соглашаться на лицензирование. Если ты принес в школу компьютерную программу, о нет, ни в коем случае не делись, иначе ты пират. Теперь делиться значит попасть в тюрьму. Общество так работать не должно. Мы должны иметь добрую волю, волю помогать другим, хотя бы когда это не трудно. Это же базовые основы любого общества, а то у нас собака жрет собаку. А что насчет тех, кто говорит, что такое пиратство убьет доходы, и тогда пропадет мотив создавать что-то хорошее? Ну так они не правы по обоим пунктам. Во-первых, люди отлично зарабатывают, создавая свободное ПО. А во-вторых, свобода иметь сообщество гораздо важнее всего этого. А вот зачастую люди смотрят на опенсорсы, свободное ПО, и думают, вы же заставляете людей делиться. Это не похоже на коммунизм? Что вы отвечаете таким людям? Да это полнейшая чушь, я всерьез злюсь, когда люди говорят такое. Ну, знаете, в 89-м году коммунизм вполне мог быть и комплиментом. Люди тогда использовали слово сумасшествие, а я им говорил капитализм. Коммунизм – это идеология, которая заставляет вас делиться. Если вы не делитесь, вы попадете в тюрьму или вас убьют. В 90-м году к нам приезжал директор института из Московского университета. Кстати, я встречался с ним в Хельсинки две недели назад, но на всех мероприятиях к нему подходил Ричард Столман и предлагал посетить Сигнус, чтобы понять, как работает модель свободного ПО, чтобы ее можно было внедрять в только что появившемся бизнесе в России. Тогда мы еще толком не открылись, и я не очень хотел выдавать кому-то наш бизнес-план, чисто чтобы не выглядеть потом глупо, если ничего не получится. Но с ним почему-то я был достаточно откровенен. И вот чем больше я ему рассказывал, тем больше он тряс головой. И в конце концов я не выдержал и спросил его, «Да что не так-то?» А он ответил, «Знаешь, очень похоже на коммунизм. В России это больше не прокатит». Вы попадете в ГУЛАГ и закончите жизнь в братской могиле с пулей в затылке. Опенсорс – это не коммунизм. Никого тут ничего не заставляют делать. Но это не Карл Маркс придумал помогать своему ближнему. Коммуны появились задолго до коммунизма, как правительственной философии. Мы делимся много чем в нашей жизни, у нас очень много общих ресурсов. Вот, например, мы ездим по шоссе, которое поддерживается для нашего общего блага. Это общая вещь, но это же не коммунизм. Вообще, навешивание ярлыков на наш бизнес – это признак непонимания его. Называют его коммунизм или капитализм, и это неважно. Главный вопрос в том, стоит ли он чего-то, можно ли его масштабировать, какие у него есть проблемы, какие возможности для инноваций. И уж потом нужно думать, как его обзывать, но это личное дело каждого. Понимаете, успех Редхета – это легитимизация Линукса в целом. Это для нас всех большая победа. Мнения разделились, конечно. Есть много очень серьезных программистов, которые обижены выходом Редхета на IPO. Они написали код, а все деньги теперь достанутся Редхет. Некоторые люди действительно расстроились. Почитайте списки рассылки или зайдите вот на Слэждот. Там видно, как народ злится на то, что ему не дали пакет акций или не предложили работу в какой-то компании. Ну, по-настоящему, что шокирует, так это то, что суперподавляющее большинство хардкорных программистов, писавших код Линукса, вообще не напрягаются. Им все равно. Эти ребята рады успеху Редхета. Они писали код в основном потому, что он нужен им самим. Сейчас мы приглашаем Ричарда Столмана, который основал Ассоциацию Свободного Программного Обеспечения, и Тима Нэя, руководящего директора. Вот они. О, вот она. Ричард, я видел, что ты проигрывал записи со своего рекордера в Париже на конференции Линукс, но ты мне аудиодорожек так и не дал. В следующий раз может поделиться, чтобы мы могли добавить их к видео. Извини, я не могу на это повлиять. Все это можно сделать только с помощью несвободного ПО. Ладно, давай мы тебе уже вручим награду, прежде чем ты скажешь свое слово. Но чтобы Тим и ты дали небольшую презентацию по поводу вашего вклада в Ассоциацию Свободного ПО. Ох, знаете, много всего очень ироничного произошло, но вот это, пожалуй, самое ироничное. Давать награду Линуса Торвальдса Фонду Свободного ПО – это как давать награду Хана Сола Флоту Повстанцев. Мне кажется, многие из вас не понимают, насколько это точное сравнение. Давайте я вам объясню, что происходит. 15 лет назад, если вы хотели пользоваться компьютером, у вас было только проприетарное ПО, которое разделяет людей и контролирует их. Много кому это не нравилось, но выбора не было. Но некоторые из нас решили посвятить себя созданию этого выбора. Мы собирались разработать полноценную операционную систему, свободную операционную систему, которая дала бы людям свободно пользоваться их компьютерами. Тогда многие говорили, что хоть это и хорошая задумка, но ничего у нас не выйдет, это слишком трудно. Но, к счастью, так думали не все. И мы справились, мы написали эту систему целиком. Всю, кроме маленького кусочка, ядра. Мы знали, что однажды мы закончим писать ядро, но так уж вышло, что некто написал ядро быстрее нас. В те далекие времена главным для нас было привлекать внимание людей к вопросам важности свободы. Свободы, которая у них могла бы быть или не быть, когда они пользовались компьютерами. Сегодня приоритеты изменились, и это неправильно. Так что же мы можем сделать? На мой взгляд, чтобы заставить нашу стратегию снова работать, мы должны распространять информацию, что купленный вами Red Hat или подобные операционные системы, это на самом деле операционная система GNU. Да, уже видоизмененная, но все же это она и есть. И если люди будут об этом помнить, они не забудут и то, зачем мы в свое время ее писали. Поэтому я прошу вас всех, рассказывайте людям, что это операционная система GNU. Это комбинация GNU и ядра Linux. Мы называем ее GNU slash Linux. Но все-таки, по сути, любой дистрибутив, это всего лишь незначительная модификация операционной системы GNU, которую именно я написал 15 лет назад, для того, чтобы заменить Unix и освободить людей. Так что, пожалуйста, вместо Linux говорите GNU slash Linux. Там, куда мы вошли, был большой телевизор с каналом CNBC. И это было невероятно, но темой дня был Linux. Сегодня состоится первичная продажа акций. Поверьте, это будет мощный старт. Данные пока разнятся, но следите за VA Linux Systems. Торги стартуют в 12.40. Кодовое имя LNUX. Они продавцы серьезных серверов и рабочих станций, специально разработанных для операционной системы Linux. Сначала планировали продавать по 11.13 долларов, затем по 21.23, потом 28.30. В результате стартуют на 30. И если слухи верны, вы будете поражены тем, что начнется сегодня в 12.40. И я повернулся к Linus и сказал, «Ты когда-нибудь думал, что вот так войдешь на торговую площадку, а Linux будет главной темой дня на CNBC?» А Linus посмеялся и ответил, «Да, конечно, само собой». В общем, когда торги открылись, трейдеры стали показывать нам заявки на покупку и продажу. И там стояли такие цифры, как 320 долларов за акцию, 340 долларов. Я был абсолютно в шоке. Это более чем в 10 раз больше, чем мы предполагали. Это было невероятно. А Linus только улыбался, хлопал меня по спине и говорил, «Да расслабься». Смотреть на это было довольно весело. На самом деле мы оба были потрясены. Ну что ж, главная тема дня теперь – это подъем курса акций VA Linux на 766%. От 235 до 265 долларов. Самое лучшее IPO в истории. Прошлый рекорд – Sycamore Networks с 38 до 270 долларов только что был побит.